Игорь Зайцев Игорь Зайцев В Сочи при пожаре в общежитии погибла женщина. Больше 20 человек пострадали. Масштабное ЧП случилось в центре города утром во вторник. Загорелась кровля пристройки к жилому пятиэтажному дому на улице Чебрикова, 36. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров. Сотрудники полиции оцепили территорию. Спасатели эвакуировали 50 человек. Пожару был присвоен второй повышенный класс опасности. Его потушили за два часа. В ликвидации возгорания были задействованы 92 специалиста и 30 единиц техники. Пострадавших госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. С ними работают психологи. На Краснодарском танцполе только девушки. Две соперницы устроили драку в стиле Дикого Запада. Обе стали звездами соцсетей и даже засветились на федеральном канале. Это возмутительное видео опубликовала в интернете подруга участницы конфликта. Судя по этим кадрам, одна из девушек брыжет агрессией, лихо запрыгивает на барную стойку, хватает за волосы свою соперницу и пытается ударить ее лицом о столешницу. В ход идут даже стулья. По одной из версий, участницы драки не поделили мужчину, который ведет себя так, словно поощряет разборку. Где находится в этот момент охрана, остается загадкой. Как и вопрос, кто во всем виноват. По данному факту правоохранители проводят проверку. Маски шоу на заправке. Разбойное нападение на АЗС в духе лихих 90-х раскрыли полицейские Крыловского района. Сначала неизвестный ее обесточил, а когда один из работников вышел к трансформированию, ворвался внутрь. Стал угрожать оператору предметом, похожим на пистолет, и потребовал деньги. Увидев, что сотрудник АЗС нажал тревожную кнопку, злоумышленник забрал выручку 7 тысяч рублей и скрылся. Был задержан 29-летний молодой человек, ранее работавший на данной автозаправочной станции. В ходе осмотра его домовладения полицейскими был обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также похищенные денежные средства. Сейчас он под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Двоих лишил жизни и сломал свою. За пьяное ДТП бывший сотрудник полиции Новороссийска проведет в колонии-поселении 7 лет и 11 месяцев. Случилось это ночью 2 мая 2015 года на дороге Крымск-Джигинка. Сергей Шкура ехал за рулем Митсубиши, не справился с управлением и насмерть сбил парня и девушку. Они стояли на обочине. Ему было 24, ей всего лишь 18. Пострадал еще и 26-летний мужчина. Как выяснили следователи, водитель был пьян. Окончательный приговор экс-полицейскому вынес Краснодарский краевой суд. Он уже вступил в законную силу. Погром на старообрядческом кладбище в Олимпийском парке Сочи устроил приезжий из Ростовской области. 34-летнего мужчину полицейские задержали по подозрению в вандализме. Как выяснили правоохранители, в ночь на 8 ноября он разворотил 11 могил, перевернул надгробие, сломал кресты, расковырял захоронения, разбросал цветы. Имя злоумышленника и его место жительства определили на основании улик, отпечатков пальцев и слепков следов обуви. Стражи порядка считают, что той ночью его разум был затуманен наркотиками. Но это не повод для снисхождения. Подозреваемому светит статья. Сообщи, где торгуют смертью. Краснодар присоединился ко всероссийской антинаркотической акции. Ее проводят полицейские города. Они общаются не только с подростками, но и со взрослыми. Рассказывают им о вреде наркотиков. Правоохранители ждут помощи от кубанцев. Тех, кто знает, кто и где торгует смертельным зельем. Звонка ждут по номерам, которые сейчас на экране. Они работают круглосуточно. Акция продлится до 24 ноября. А теперь о происшествиях на дорогах края. В Каневском районе 20-летняя автоледи устроила ДТП и в результате покалечила четверых. Она была за рулем Хёндэй, который слетел с дороги на обочину и опрокинулся. Опыт вождения у девушки всего год. Автоинспекторы считают, что ее подвела скорость. Ехала слишком быстро. Поэтому и не справилась с управлением. Пострадали две женщины. Одной 81 год, второй 60. А также двое детей 8 и 6 лет. Шестилетний ребенок ехал в машине без детского кресла. За это предполагаемая виновница аварии заплатит штраф. Всего в сводке дорожно-транспортных происшествий на Кубани за прошедшие сутки 16 аварий. Жертвами ДТП стали 4 человека и 20 пострадали. Под колеса автомобилей попали 5 пешеходов. Двое из них скончались. А теперь аварии на Краснодарских перекрестках, которые сняли камеры ЕДДР. Неподалеку от Оторбекова 43 автомобилист выезжает на дорогу, подставив под удар ни в чем не повинный бок своей легковушки. На Северной и Севастопольской водитель фургона резко перестраивается прямо перед Зеброй и рвется вперед, несмотря на то, что полоса занята, а по переходу идут люди. На Ставропольской и Шевченко рулевой не уступает дорогу коллеге, ошибается один, расплачиваются двое. Сурмовская и Тюляева причина стычки та же. За девушку с коляской даже становится страшно, она испуганно отскакивает в сторону. Самая нелепая ДТП суток на Красных партизан и Баумана. Трамвайная и Мачуге водитель фуры может быть и рад повернуть, не притесняя легковушку, но не получается, мешают габариты. С боевым оружием они на «ты» по долгу службы. В Краснодаре прошли традиционные соревнования по стрельбе среди кубанских правоохранителей. В тире краевого главка собрались 30 участников. Поразить мишень им нужно было с расстояния в 25 метров. Самыми меткими оказались сотрудники МВД края, полицейские Краснодара и Каневского района. В личном зачете золото разделили Рустем Бекиров, Иван Чернышев и Дарья Смирнова. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Через несколько минут в нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам.